Терморегулятор ТР-16ВУ поставляется в комплекте с датчиком температуры. И инструкции, в которой есть схема подключения. Разбирается очень просто. Как вы видите, на обратной стороне терморегулятора есть схема подключения. В клеммах, где написано «Датчик», подключается температурный датчик. Полярность не важна. Датчик можно удлинить медным проводом ЖВУП 2х0.75 до 37 метров. При монтаже обязательно смонтируйте датчик в гофротрубу. Это надо для беспроблемной замены термодатчика в случае выхода из строя последнего. Провода подключать только медные. Согласно ПОЯ, пункт 7.1.34, в зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. Провода бывают однопроволочные и многопроволочные. С однопроволочные провода или шнуры ШВУП или ПВС обязательно пропаять. Или одеть наконечник и обжать. Подключать провод больше чем 1,5 мм квадратных не имеет смысла. Так как максимум, что данный терморегулятор коммутирует, это 3,5 кВт. Коммутирует вот этой релюшкой. Для долговременной работы данного терморегулятора я больше чем 3 кВт подключать не рекомендую. В клемму L220 подключаю фазный проводник, а в N220 – нулевой проводник. Обязательно подключайте согласно существующей схеме. Если в схему L220 подключить 0, а в N220 подключить фазу, то при включении и нагрузке терморегулятор прерывать будет не фазный провод, а нулевой. А согласно правилам устройства электроустановок, пункт 3.11.18, рассыпителям в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением. А в нашем случае, если подключить неправильно, фазный проводник останется под напряжением. Клеммы N-нагрузка и L-нагрузка – это для подключения вашего теплого пола. В своей практике я не встречал электрических теплых полов, где важна была полярность. И обозначение сделано для того, чтобы электромонтажник понимал, где при включении нагрузки появится фаза. TR16VU управляет в основном электрическими теплыми полами, которые являются электротермическими установками. Установками, которые преобразуют электрическую энергию в тепловую. Согласно ПУИ, пункт 7510, первичная цепь электротермической установки должна содержать автоматический выключатель с электромагнитным и тепловым расцепителем. Из всего вышесказанного, для подключения TR16VU я бы рекомендовал проложить отдельную линию медным проводом сечением 1,5 мм квадратный, которую защищает дифференциальный автомат стоком утечки 30 мА и номиналом соответствующей мощности вашего теплого пола. Заземляющей колодки у TR16VU нет. При наличии заземляющего контура и заземления на нагревательном элементе, я пускаю заземление мимо терморегулятора, соединяя провода клеммной колодкой ВАГа. Перед тем, как подключить терморегулятор, обесточьте линию, а лучше отключите вводной автомат. Проверите индикаторной отверткой отсутствие фазы на проводах. Для подключения нам необходима прямая отвертка. Ее еще называют шлицевой. Размер шлица около 3 мм. Термодатчик протягиваем через гофродругу. Способов протяжки очень много, и я не буду рассказывать их все. Это тема отдельного видео. Теперь подключаем термодатчик. Как говорил уже ранее, полярность не важна. Подключаю термодатчик. Теперь подключаем питание. У нас провод ШОП 3х1,5. Коричневая это фаза, подключаем в клемму L220. Синий это 0, подключаем в N220. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проверяем надежность крепления. Заземление вашего теплого пола соединяем с заземляющим контуром клеммой ВАГа. Раз. У нас это желто-зеленый провод. Два. Теперь осталось подключить нагрузку. У нас это электрический теплый пол. Как уже говорил раньше, полярность не важна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккуратно устанавливаем терморегулятор под розетник и фиксируем и фиксируем распорными скобочками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для надежности можно зафиксировать еще очень рекомендую специальными винтиками коробочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА подключаем питание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Монтаж закончен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА